Мы продолжаем наше путешествие по Германии. Сегодня я вам расскажу о замечательном городе Миттенвальд. В городе Миттенвальд у нас был отель на два дня. Не знаю почему, нам понравилось это место. Понравился очень отель, который мы забронировали в Букинге. И место в общем так расположено, что многие достопримечательности, которые мы хотели посмотреть в Германии, расположены относительно недалеко от этого города, в районе там 15-20-30 максимум километров. В Германии очень часто справа-слева от трассы видны вот такие домики. Вот вы сейчас видели, вот сейчас они опять на поле появляются. В первое время я думал, что это дома, но присмотревшись повнимательнее, я понял, что это такие сараи, потому что у них есть щели очень сильные, крупные такие. То есть это явно не для жилья сделано. И в общем-то логически подумав, проанализировав, я думаю, что это сарай для хранения сена, по всей видимости. Вот наш отель. Замечательный частный отель, великолепная такая кухонька, очень приятная. Расположена в самом центре города, буквально 100-200 метров от центра. Вот по этой дороге идешь в центр города и можно прогуляться по великолепному городу Миттенвальд. Расскажу немножко вам об этом городе. Он окружен горами, это вообще считается в настоящее время горнолыжный курорт, а на протяжении 700 лет он пользовался европейской мировой известностью сначала как город Платогонов. Из этого города уходило ежегодно вниз по реке Зару, на Мюнхен, дальше по Дунаю, до самой Вены, до 3024 метровых плотов. Позже, начиная с середины 15 века, этот город был известен на протяжении 200 лет как город иницианских ярмарок. А также Миттенвальд называют струнным городом. А вот сейчас про эти картины я вам тоже расскажу на всех домах, которые вы видите. А сейчас расскажу, почему струнный город. Склоны окрестных гор круглый год оглашаются звуками скрипок, виолончелей, альта, виол. Здесь расположена знаменитая мастерская Матерса Клотса, мастерская по изготовлению струнных инструментов. Этот скрипичный мастер Матерс Клотс в начале 18 века прославил родной Миттенвальд. Он учился в Италии у легендарного мать, потом вернулся на родину и положил традицию изготовления музыкальных скрипичных инструментов. Сейчас здесь работают 10 скрипичных мастерских. Вечером, как всегда, мы пришли в небольшой немецкий ресторанчик, чтобы отметить наше посещение этого города. А вот такое утро нас ждало на следующий день. Рано утром, даже ночью, я уже проснулся от снегопада, сделал фотографию, которую вы видели в начале. И вот так вот мы увидели утро 18 апреля в этом городе. Шел снег. Завтрак начинался в 8 утра, а встаем мы обычно в путешествиях очень рано. Я встаю всегда в 6. В 7 утра мы обычно уже выходим и гуляем по тому городу, где мы находимся. И вот сейчас в 7 утра мы вышли прогуляться по городу Миттенвальд и обнаружили, что весь город укрыт белой пеленой. Но это было только начало. Дальше снег, вы сейчас увидите, начало идти все больше, больше, больше. И когда мы вернулись на завтрак, мы были усыпаны все снегом. Наш дом был уже усыпан снегом. Но вы сейчас все это увидите. Расскажу дальше немножко про скрепичные мастерские. Делают инструменты из особого вида елей, которые произрастают в горах, высоко в горах Баварии, на высоте не ниже 1000 метров на до уровня моря. Деревья валят, осторожно доставляют к подножию и долго, очень долго высушивают, не менее 15 лет. Ученики и подмастерья учатся не только делать инструменты, но и играть на них. А также этот город еще знаменит своими художественными полотнами. Вот вы сейчас их видите, уличный вернисаж так называемый. Все дома здесь расписаны картинами. Искусство фасадной живописи популярно здесь уже много-много веков. Каждый домовладелец считал долгом чести нанять художников и украсить фасад своего жилища произведениям воздушной живописи. Когда в 1786 году здесь в городе был Гёте, он назвал этот город ожившей книжкой-картинкой. Снег все усиливался, постепенно перерастая в снегопад. Такие красивые цветы, которые растут в городе, они все покрылись и снегом, и небольшой такой ледяной корочкой. А вот тут в центре города мы встретили вот такую картину. Я долго-долго с фотоаппаратом, с видеокамерой ходил кругами, заснимал эту замечательную сельскую картинку в центре города. Нереально красиво, особенно вот в снегопад. Лошадки копытами разрывали снег, а покров уже достиг сантиметров, наверное, 5-7. И доставали вкусную травку. Ну, нигде еще в центре города вот так вот гуляли, что лошадки, я такого никогда не видел. Потрясающая любовь немцев к этим изумительным, красивым животным. Посмотрите, какие огромные снежинки начали валить. И вот дерево, я не сильный ботаник, но так на вишню не похоже. Может быть, груша или что-то подобное. Дерево все было белое в цветах, а теперь стало еще и белое и в снегу. Это раннее утро, но фонарики еще горели, потому что было от снегопада довольно-таки темно. А вот наш автомобиль, мы после завтрака собирались дальше путешествовать по городам, окружающим город, он весь покрылся снегом. Если утром покров снега был там сантиметр примерно, то увидите, что произошло уже после завтрака. Часико в 9 утра, когда мы выезжали дальше, снег достиг уже сантиметров, наверное, вот видите, на 10 сантиметров покров снега. Вечером, когда мы вернулись из путешествия в город, снег немножко растаял, по крайней мере, на дорогах. А вот покров в кафе достиг на столах, как вы видели, уже сантиметров 15. Национальные немецкие костюмы, я специально их снял, чтобы вы могли посмотреть, сколько это стоят, эти костюмы. Ну, вот такие мастерские, вы видели витрину, где можно купить музыкальные инструменты. Вечером мы опять пошли в маленький немецкий ресторанчик, где насладились немецкой кухней. И даже какой-то старинной немецкой музыкой на непонятном инструменте, очень похожей на наши русские гусли. Вот мужчина сидит и играет на этом инструменте. Не уходите далеко, наше путешествие продолжается.